Запланирована реорганизация Кардаиловской участковой больницы по врачебной амбулаторию с сохранением пяти коек дневного пребывания, двух коек в стационарную дому, амбулаторного приема двумя врачами-терапевтами и одним врачом-педиатром. Реорганизация участковой больницы для жителей села Кардаилово как гром среди ясного неба. Теперь, если потребуется лечь в больницу, придется ехать в ЭЛЕК. К хирургу я, может быть, два года один раз попаду, к окулисту я попаду, а терапевт нам в больницу нужна. Вы лежали хоть раз в этой больнице? Говорю, да миллион раз. И такая помощь нам оказывается со всех сторон. Пусть такую помощь, если не может наше государство помочь нашей больнице конкретно туда обеспечить все, деньги влить туда, а не модернизировать. Произошел случай, ребенок отравился, бабушка дала таблетку, которую, простите, от давления ребенку, да? Если бы не сделали элементарное пребывание ночью в нашей больнице, ребенок бы умер. Как далеко ЭЛЕК от вас находится? 40 километров, ее бы не довезли. Мы категорически возражаем против закрытия стационара. Причем закрывают стационар под предлогом, что он не соответствует стандартам, а вот на дому будет стандартам соответствовать. Инициатором перепрофилирования выступил муниципалитет. Представители районной больницы, ссылаясь на изменения финансирования, говорят, что содержать стационар в участковых медучреждениях дорого. Но заявили, никого из медперсонала не сократят. Потеряет ставку повар больницы. Новые требования по обследованию и лечению наших пациентов ужесточились. И в условиях участковых больниц нет возможности выполнить их здесь. Практически такие больницы, где идет полное обследование, убыточные. В Министерстве здравоохранения заявляют, что программа модернизации идет только на благо жителей, ведь они имеют право на квалифицированную помощь. Человек с инфарктом, с инсультом, он здесь не получит квалифицированной медицинской помощи, потому что врачи, да, они есть, они опытные, но оборудование, медикаменты, своевременная диагностика, этого в участковой больнице нет по определению. А вот сами пациенты не согласны с чиновниками. Николай Нестеренко после двух инсультов сейчас проходит курс лечения в стационаре. Ежедневно его навещают родственники, помогают в мелочах, например, переодеться и поесть. Уверен, что дневной стационар – не лучший вариант. Я из дома не дохожу сюда. Я вот сюда нанимаю машину какую-нибудь, мне привезут, уложат, я вот отлежу, потом опять домой увозят. Сегодня чиновники выслушали мнение людей, постарались объяснить, но уже 1 января 2013 года стационар закроют. По решению властей, в больнице села Кардаилово оставят кабинет участковых врачей и лишь несколько уходят для дневного пребывания больных. А в свободных помещениях планируют разместить социальный приют. Анастасия Шахмать, Олег Штылер, Орен-ТВ. Больница в Кардаилово будет перепрофилирована в рамках федеральной программы модернизации здравоохранения. В селах с количеством населения от 300 до 700 человек останутся только фельдшерско-акушерские пункты. Больные будут проходить лечение либо в участковых больницах, либо в межмуниципальных центрах. С 1 июля в пилотном варианте уже действует три – на базе Сорочинской, Солилецкой и Сороктарской ЦРБ. Такие изменения, по словам министра здравоохранения области, вызваны сокращением сельского населения и соответственно тем, что большинство больниц просто простаивают. Эта тема поднималась в программе «Просто жизнь» на нашем канале. Это мы объехали очень много лечебных учреждений, участковых больниц, где ни одного человека нет на койке. Важно, чтобы человек мог попасть в больницу, когда это нужно. А вот это задача наша обеспечить. Это федеральная программа, в которой присоединился наш региональный компонент. И запланирована покупка не просто скорой помощи, а установка еще системы ГЛОНАСС. В Министерстве здравоохранения в последнее время не раз заверяли, что ни одна участковая больница области не будет закрыта. Они будут перепрофилированы во врачебной амбулатории и дневные стационары. На сегодня реорганизации подверглись две участковых больниц, а из 1028 ФАПов 8 закрыты. Продолжение следует...